здорово братцы давайте наверное не будем проходить мимо того произвола что творят мясоперерабатывающие предприятия выпускающие стратегический запас для российского аутдорщика выживателя там и сервивалиста короче семейный бюджет 525 грамм выше сорт гост туда-сюда в пятерочки стоит 135 или 137 рублей короче как-то так мне я от этой тушенки реально ничего не жду хорошего сто процентов я уверен что г полная я просто хочу еще раз даже просто родить своего собственного интереса просто посмотреть все таки что нам производитель хочет впарить за сто тридцать семь рублей полкило какого высшего сорта вопрос давайте мы ее вскроем потом я свои видосы просто как бы тупо не пересматриваю не знаю по моему семейный бюджет у нас был но не суть давайте ладно первый органолептический осмотр ну как всегда какая-то вот запах какой-то жестянки примеси вот есть стопроцентный то есть пахнет вроде как тушенкой но в тот же момент и жестянкой ну не знаю мне это не нравится третья попытка достала эта карта памяти уже блин просто тупо а съемка останавливается ну ладно несут короче я вам показываю эту банку красивенькую зачетную чтобы вы короче смотрели уже и думали по факту стоит ее брать или нет кто так вот мы сделаем для фото фон общий чтобы можно было тушенку посмотреть и баночку было вблизи видно и больше вам показывать и не буду запоминать семейный бюджет давайте ладно быстренько рассмотрим этот кусок не пойми чего что у нас здесь а здесь у нас друзья мои все по факту то же самое что и как бы в предыдущих полукилограммовых тушенках то есть не пойми что а конкретно это какой-то чисто какая-то начинка для каких-то хер его знает глупцов просто время рано еще только проснулся и как ты каких как таковой каких-то эмоций еще не присутствует но на самом деле я делал этот обзор чуть попозже я бы очень сильно наверное ругался матом потому что на самом деле ну это просто тупо какой-то ну вот видите началось тупо какой-то фарш волокна мяса он где-то там есть их не может не быть потому что все те же высший сорт и по факту тут есть высший сорт ну вот вопрос сколько вы сюда добавлено это уже останется так сказать для нас риторическим вопросом давайте ладно я наверное даже чуть-чуть чутка попробую все-таки чтобы убедиться что это вот он высший сорт попался грамм улька на вкус вкус дерьмо на вкус ты тупо дерьмовая говяжья тушенка по факту даже я не знаю как то вот особо и разобраться то сложно что здесь у нас вообще есть составе то есть похоже на какую-то мешанину какую-то кашу то есть то ли это соя то ли это хрен его знает чего ручья не знаю я говорю еще раз я просто эти тушенки ну заострил внимание на этих полкилограммов банк тоже не просто самому интересно насколько у производителя хватает совести вот нас обманывают не тоже обманывать понятно что мы с вами уже как-то разбеседовали давайте лан побеседуем этот раз мы с вами как-то уже разбеседую он приводил пример всех этих зарплат долбанных то есть но львиная то доля зарплаты идет кому акционерам и долбанному директору мясоперерабатывающего комбината которому вообще чисто сказать похуй что они производят и что мы с вами будем жрать я понимаю прекрасно что каждый директор там каждый там маркетолог там или хер его знает как его называют вот видите уже именно эмоциях начинаю говорить потому что начинают сам себя заводить скажут а что вы хотели блять за сто тридцать семь рублей что вам было там чистый полкило мяса который стоит уже изначально грубо говоря кусок мяса стоит дом в магазине стоит 400 рублей ну а давайте возьмем мясокомбинат к примеру сколько стоит килограмм мяса сколько стоит его болеть зарплата обвальщику зарплата жиловщицы зарплата потом грузчику который транспортирует это мясо в консервных цех ну и тогда так далее так далее и тому подобное по сути вообще если бы тушенку как бы выпускали как в советские времена когда все было задарма можно сказать и так сейчас цена тушенки бы из нормального хорошего мяса но наверное было в районе тысячи рублей стоит нам с вами задуматься а купили бы мы с вами тушенку за 1000 рублей нет я сейчас не оправдываю ни директора завода не обвальщика ни жиловщицу ни грузчика никого просто так вот теоретически если рассудить правильно стали бы брать тушенку банку за 1000 рублей я бы в жизни не взялся такую тогда какого хрена мы с вами требуем вот от этого вот говна извините меня за выражение за сто тридцать пять семь там или девять рублей честно сказать не помню ну вопрос конечно спорный единственное я говорю что если предыдущий обзор когда-то я делал я как-то ставил какие-то баллы что-то там делал какую-то для себя хотя бы статистику понимаете то здесь я даже баллов ставить не буду вы по факту видите что это просто говно полное не знаю поближе как показать просто камера я уже склоняюсь тому что на что-то новое думать чтобы какой-то более широкий угол формата чтобы было больше видно то есть ну говно полный он как раз как раз уже халявщики подоспели сейчас будут обедать этой самой тушенкой просто тупо я буду вам показывать не знаю насколько у меня хватит терпения и сил заниматься этим этим неблагодарным занятием ну наверное уже из первых обзоров из-за вторых вот уже третий там сейчас еще еще один будет да я вам скажу сразу такая замануха на днях буквально вы должны уже понять что не надо брать полу килограммов банки тушенки не надо доверять каким-то там обзором еще чуть я не говорю что мои обзоры прям вообще супер у каждого есть какое-то свое субъективное мнение предвзятое мнение или еще что-то я вот люблю тушенку одного там грубо говоря производителя кто-то любит другую кому-то нравится 3 5 10 вы не знаю как то в целом можно конечно видосики посмотреть сделать для себя какой-то определенный вывод и потом просто эту тушенку тупо попробовать понравится она вам не понравится как вот такой вариант понимаете о чем я но говорю еще раз по каким-то акциям по каким-то скидкам надеется что мы что-то купим с вами за 100 рублей хорошие ну думаю вообще не стоит короче семейный бюджет решайте сами я ничего от него хорошего не ждал и в принципе я не грамм не разочарован ни грамм не удивлен ладно давайте как всегда палец вверх кто не ставит тот вонючка который любит дерьмовую тушенку за всем удачи всем а за всем прощаюсь всем удачи всем пока